здравствуйте дорогие друзья сегодня в гостях у библиотеки имени федора абрамова член клуба коллекционеров города архангельска фалерист то есть собиратель значков виктор александрович вершинин виктор александрович здравствуйте виктор александрович расскажите пожалуйста как вы вообще пришли к тому чтобы собирать значки именно города архангельска ну я живу в этом городе город воинской славы много первый порт россии вот и я считаю моим долгом собрать коллекцию о городе об архангельской области помимо той коллекции которую я военная тематика комсомоль комсомол я решил забрать о городе архангель и вот у меня сейчас собрался приличный материал и я выставляю вашей библиотеки которые уже бываю не первый раз и мне здесь все понравилось выставляю выставку хорошо расскажите с чего вы начинали вот с чего вы начинали и становились коллекционером ну я начинал с начальных классов такое у меня с детства такое чудо коллекционировать все начинал с фантиков в школе играли на подоконниках я фантики выигрывал конфет было в архангельске мало все из других городов у меня большая коллекция фантиков была у нас город моряков было много иностранных судов приходило иностранные монеты были собраны наши денежки царские собирал вот ну разные значки там собирал потом стал постарше определился чисто на значках вот собирал разные темы спортивные там города гербы городов потом ослужил армию стал повзрослев уже стал более серьезно думать надо определяться в каком-то направлении я решил собирать лениану когда ленин у нас большой человек был имени ленина ордена ленина было и по лениане у меня большая коллекция создалась потом значит я познакомился с фронтовиком переводник окиндим николаевичем мы подружились у него была коллекция о великой отечественной войне ничто не забыто никто не забыть я решил собрать аналогичную коллекцию так как мой отец был фронтовик воевал паниельные три родения которые эту коллекцию ну а в дальнейшем и архангельские значки стал собирать и интересно мне понравилась эта тема и я ее буду развивать хорошо виктор александрович а расскажите пожалуйста вот в этом году архангельскую исполняется 440 лет может быть вы смогли бы рассказать про какие-нибудь конкретные значки которые именно связаны с архангельском ну конечно каждый начал связан с архангельском ну я могу показать рассказать некоторые значки архангельский город воинской славы сразу хочу сказать 440 лет это вон большая флать делал великую победу вот город воинской славы знак такой интересный и в честь архангельского воинской славы еще три знака была выпущена вот я хочу сказать что город архангельск имеет свой герб вот герб города архангельска это значит архангел летящий архангел с мечом со щитом поражает лежачего дьявола это герб нашего города город старый вот значок тоже герб архангельска архангельс порт архангельс порт это один из ведущих портов нашей страны вот и в годы войны и в наше время вот 440 лет архангельска вот два знака выпущено на дереве вот такие четыреста сорок лет ну первые значки архангельска вот такой интересный значок это первый знак в городе у нас выпускался юбилей города архангельска вот 400 лет был архангельску вот эти первые значки вышли четырехсотлетию 420 лет 425 лет юбилей города вот 400 лет высла тело и серия значков тут памятники памятные места учреждения нашего города архангельска лица севера тоже выпускались подборочки такие интересные места нашего города пьет первый памятник гостиный дворец мост софу и тоже подборка интересно наши виды нашего города учим символика города архангельска это вот аэропорт в очко в очко в очко в очко в очко в море мореходная школа но у нас каждый год проходит бессмертный полк вот знак и один из первых не цен патриот подарили интересный вот первая майская софета после войны первый знак сорок шестом году знак первой майской софеты 200 лет мореходки морской порт и речной форт лдк имени ленина архангельский музей краеведческий который в годы войны работал архангельский редкий знак гидролельный завод вот начался интересный старый архангельский трамвай это первый в европе в архангельске появился архангельский трамвай он как говорится до перестойки он закончилось существовать но и в годы войны он работал перевозили не только пассажиров работал круглосыточные боеприпасы раненых это ветеран города архангельска спорта интересный знак вот старый знак один из самых старых фестиваля на 57 год всемирный фестиваль молодежи студентов он проходил москве но некоторые города у нас в советском союзе выпускались каждый свой знак архангельск выпустила вот такой архангельск фестиваль 57 год интересный знак архангельская таможня которая очень большой вклад сделала в годы войны когда под лизу под ленду лизу принимала боеприпасы технику снаряжение военное вот они работали круглосуточно надо было принять товар уберечь все это и на фронт отправить таможнюю работу большую прервать асахангельская цбк в годы войны большую работу проводил вот соломбальская бумажный комбинат первое медицинское училище вот произошло вот интересный знак долг это афганцы собираются в них свой куб долг интересно вот интересный знак финансовый заочный финансо-экономический институт у нас многие кончали и вот такой знак давали один из старейших города завода краснокузнеца которая ремонтирует ремонтный завод годы войны ремонтировал подводные лодки корабли агресса не выпускал мины и снаряды самозе у нас интересный знак тоже работал на военную промышленность военное время вот после военного время выпускал лесовозы к сожалению сейчас и как бы все закрывает все эти заводы снимут центральный научно-исследователь институт вот по древесине вот знак ну мжк у нас тут большое время существовало вот такой знак мжк молодежный жилищный комплекс вот интересный вот знак архангельский педный учит тут алти сейчас софу называется 50 лет медицинскому институту раньше институты вот по второму следу тут очень интересные знаки конечно ну я считаю на первом месте это конечно северный конвой дервиш когда началась война то 31 декабря 41 года пришел в архангельск северный конвой вот один из первых знаков он привез военное снаряжение технику боеприпасы первый конвой был 31 декабря 41 года и вот это и в девяностом первом году начали выпускать юбилейные знаки по дервишу вот это первый знак а это вот уже и на на иностранном и на русском языке знаки вот девяносто 50 лет вот дервишу 60 лет 70 лет 75 лет вот большой вклад сделал было в архангельск пришло до 40 конвоев все надо было просчитать все разгрузить но погружали мы их в основном лес отправляли иностранному на иностранном судах вот в архангельске такой у нас самый интересный музей деревянно-зодчество вот знаете тут старые здания там часовни колокольки все тут старое ремчужины города архангельск это конечно соловецкие острова вот это со всего и другие государства приезжают каждый год тут наши приезжает много туристов ну а в годы войны он большое дело было там школа соловецких юн существовала вот было три призыва выпустили более сорока более четырех тысяч выпускников юнгашей к сожалению там каждый четвертый погиб вот там по многим специальностям готовили ну в городе архангельске в 70-м году стали развиваться судейские отряды вот первый знак 70 лет они конечно были в сафу вот сейчас называются Валтии первые судейские отряды образовались Валтии ломоносовские места у нас каждый год ломоносовские чтения проходят на родину ломоносова многие едут вот село холмогоры вот ну беломорские игры у нас проводились очень часто те года и вот по спорту вот такие знаки служебные ну это одни из редких конечно ну водник у нас я считаю весь город болеет у нас за водник водник лучшей группе в Европе и эти девятикратный чемпион России вот девятикратный чемпион России в этом году будет отмечать столетие водника вот новый знак вышел 100 лет воднику вот водники у нас играют Евгений Дергаев лучший хоккеист хоккеист мячом Евгений Дергаев лучший хоккеист признан в России лучший бомбардир самый лучший и самый ценный игрок ну так вкратце у меня все Виктор Александрович у вас очень интересное занятие но вот расскажите есть ли такие значки которые было действительно очень сложно достать ну во первых есть значки серийные там по много там по 10 и более значков надо всю серию собрать это уже надо немножко уже напрягаться а так самые сложные значки это конечно служебные знаки там потому что террас маленький знаков мало знаки наградные и в коллекцию очень сложно попасть потому что ну человека наградили он держит знак у себя ну через некоторое время все равно если дарят знаки свои в коллекцию я признателен всем людям и так обменяемся бывает обмен делаем я другой один вот такие значки хорошо ну и сегодня да и совсем скоро мы будем праздновать 440 лет и в этом году это событие приурочены ко многим праздникам мероприятиям давайте вместе с вами поздравим жителей города Архангельска ну я присоединяюсь к вам я тоже хочу поздравить всех жителей города пожелать всем мирного неба над головой тепла уюта в доме ну и конечно крепкого здоровья всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok